Все переговорные называются по именам героев и мы сидели в Ёше, по-моему, переговорной, а в субботу сидели в Марио переговорной. Я говорю, а где ваш кабинет? У меня нет кабинета, я работаю в переговорной. Почему нет кабинета? У них такой большой-большой конструктор. И в субботу мы договорились обо всём. И самая главная была проблема в том, что мы не вписывались в их стандарт работы дилера. И стандарт работы с дилерами предполагает, что они дают приставки. То есть я как дилер заказываю приставки за полгода на продажу, мне через полгода их поставляют и я плачу через полгода ещё. И моя задача продать их как можно быстрее, поэтому я продаю их просто в себестоимость, в минус. Потому что полученные деньги я полгода ещё могу крутить. И эти деньги я кручу на реализах игр. Там зарабатываю уже много. То есть под каждую рекламу я заказываю карты, продаю игры и зарабатываю много. А чем больше я подал приставок, тем больше мне игр дадут. А за играми всегда дефицит, у нас всегда устраивали дефицит. Кому не была такая форма? А нас-то никак не устраивает. То есть у нас точно не полгода заказ. Давай со склада, завтра и ничего не волнует. Плюс в том, что в России нет, что нас едит на Nintendo, поэтому все ваши старые картриджи, которые там никому не нужны, мы готовы продавать, у нас проблем нет. И они прислали, и к сожалению, они сорвали две ошибки, они сделали. Это они сделали эти две ошибки, которые сильно подкосили. Мы выложили очень много денег рекламу. Сделали там ламовую рекламу с утром Nintendo. Миллион долларов. Они поставили нам 15, что ли, тысяч консолей. И мы их продали. Они были дорогие, лучше оригинальные консоли. И вы можете представить, они нам практически не поставили картриджи. Они поставили картриджи, но с задержкой там ничего не собрали. Они на том, что застряли и картриджи отпустили после Нового года. Там общение шло в основном через закупку. Занимался Володя Родин и Марина, забыл фамилию. Вот международные ребята, ну то есть они занимались с ними общением. Нам присылали какие-то кассеты с видеороликами. Мы это все дело адаптировали, запускали здесь на телевизоре. Значит, оригинальное называлось Nintendo Entertainment System. И вот на каком-то дилерском семинаре Виктор Саюх сделал доклад. Типа, мы, говорит, решили в России назвать Super Nintendo совершенно игровая система. Ну, типа, приплыли, как он сформулировал ее. И вот как раз запуском Super Nintendo уже занимался я. Как менеджер, соответственно, и рекламные ролики, по-моему адаптировали. То есть своих не снимали, адаптировали, сделали нарезку. Безумно была популярная история. Очень много отгружали. И там уже были квоты. И какая-то была то ли накладка, то ли недопоставка этих картриджей. И даже некоторые люди к Новому году, дети, получили приставку без картриджей. И под елкой говорят, вот тебе Super Nintendo. Они, о-о-о, классно. А где картриджи? А картриджи в феврале. Люди под рекламу покупали детям приставки без картриджей. Можете представить, подарочек ребенку на Новый год. На тебе Петенька там или Оленька приставочку, а картриджей нет. Конечно, в январе купили. Но потом закончились у нас приставки. И немцы вдруг сказали, ну вы закажите, за полгода привезем. Я говорю, погодите, у меня контракт и так далее. Ну, у нас там стандарт ничего нет. И, в общем, пока я Линкольну не позвонил, они мне там два месяца не поставляли. А у меня эффект уже прошел, рекламы. А вот роллинг-продаж нету, веральности нету. И, в общем, короче, отношения, что называется, не сложились в итоге. Ну, вот такая история была. Все это напрямую отразилось и на передаче. В какой-то момент Сергей Супонев заявляет, что вот-вот до нас доберется необычайно крутая приставка. Совершенно игровая система. Супер-Нинтендо тогда была в новинку российским игрокам. Они хорошо могли знать только лишь те, кто следил за игровой индустрией по зарубежным журналам. Я вам советую покупать только Супер-Нинтендо. Почему? А давайте посмотрим. Революция в мире новой реальности. Приставка 21 века с вами уже сегодня. 16-битный процессор потрясающей работоспособности. Чудо-музыка, фантастические краски и филигранная анимация. Даже старые знакомые игры расцветают в формате Супер-Нинтендо новыми гранями. Вчера о ней можно было только мечтать. Сегодня мы уже показываем ее вам. Завтра, завтра она будет у вас дома. Вы еще не верите своим глазам и ушам? Спокойно, так было и у нас. Теперь с нами Супернет. Теперь все будет хорошо. Фактически, компания Dendy и Nintendo официально договорились о сотрудничестве, что положило начало продаж приставки у нас в стране. Вдобавок, Nintendo, а именно европейский филиал, снабжал Dendy рекламными материалами, которые приходились кстати авторам журнала «Новая реальность». Повсюду гремела реклама совершенно игровой системы. Мальчишки толпились в магазинах, чтобы поглазеть на новую приставку. Супони во всех красках описывал, насколько яркие и интересные игры на Супернинтендо и что в ней есть все то, чего недостает Мегадрайв. Примечательно, что на какое-то время сеговская продукция потеряла информационную поддержку, однако спрос на нее из-за этого не сократился. Даже во время крупной рекламной кампании Супернинтендо находились люди, которые хотели купить себе именно Сегу. Во многом это можно объяснить тем, что для Мегадрайва картриджи были гораздо доступнее, чего не скажешь о SNES. Чего уж говорить, во время старта продаж Супернинтендо под Новый Год, кто-то под елкой мог обнаружить у себя новую приставочку от Нинтендо, но без картриджа. Так что обе приставки уживались у нас в России. В игровых журналах отводили внимание как Мегадрайву, так и Супернинтендо, ну а вторая долгое время оставалась предметом роскоши и являлась элитной среди геймеров. Я уж не говорю про 3DO, а цена которой была вообще недосягаемой для очень многих граждан. Однако недолго держался запрет Нинтендо на продаже сеговской продукции в магазинах Дэнди. И со временем все вернулось на круги своя, и Супонев продолжил рассказывать об играх для 16-битной Мегадрайв, что изменилось в отношениях между Дэнди и Нинтендо. Да практически ничего, но случился один любопытный нюанс. Был пункт договора, чтобы не продавать сеговскую продукцию, но она в итоге все равно уже была. Да. Значит, они говорят, мы против того, чтобы продавали 16-битную сегу. Я говорю, ну да, хорошо, но при условии, что у нас будут… я угодно поповой, кроме 8-го, конечно. Как-то так. У нас есть на складах, мы до конца в 3-м складах и все. Он говорит, ну окей. Все вы за Джи Джи Гиндин. Ну, значит, выбрасывать что ли. И второй момент, я говорю, ну, при условии, что мы будем полностью… … …